Привет! Я так понимаю, что Андрея никто не слышит, кроме меня. У него неполадки, он просил извиниться. В общем, я буду разговаривать с невидимым, вернее с неслышанным собеседником и дублировать его вопросы. Вот такой у нас второй раз формат необычный. Да, Андрей просит рассказать про историю Баттла с Герчиком, который у нас планируется в апреле. История была такая, что мы непосредственно лично с ним не общались. У нас возник такой заочный диалог, потому что я общался с его учениками публично, в разных видеоформатах. А он, соответственно, потом мне отвечал в своих видео и на конференции Smart Lab. И в итоге решили встретиться лично и пообщаться уже на все вопросы лицом к лицу в формате поединка. А сам диалог, в общем-то, строился вокруг такой темы изначально, что я не согласен с тем, скажем, как Александр преподает рынок. Не с тем, именно как он преподает, а с тем, что он говорит. Как раз как он преподает мне очень нравится. Я считаю его очень харизматичным и хорошим преподавателем в плане подачи материала, умение вовлечь народ в то, о чем он рассказывает. И считаю его популяризатором рынка очень хорошим. Но непосредственно контент, ну, по крайней мере, категорически противоречит тому, что я знаю о том, как зарабатывают деньги на бирже на самом деле. И я высказывал сомнения, скажем так, в диалоге с его учениками, что то, что говорит Александр Герчик, то, чему он их научил, а я как бы от них слышал, то, чему они научились у него, что этим можно зарабатывать деньги. Соответственно, я высказал сомнения в том, что Александр Герчик сам заработал деньги тем образом, который он преподает. Вот. И вот вокруг этого, в общем-то, и закрутилась изначально вот эта вот как бы батловая история. То есть, Александр захотел доказать, что он действительно зарабатывает деньги трейдингом. Он на конференции Smart Lab, если не ошибаюсь, выложил публичную на свои НДФЛы американские и сказал, что специально для Ильи Королина, вот я как бы доказываю, что я зарабатывал деньги на Америке очень большие, именно трейдингом. Я, в свою очередь, потом вроде бы тоже заочно в интервью Андрею Верникову, если не ошибаюсь, я высказал фразу, что НДФЛы не доказывают, что деньги заработаны непосредственно трейдингом и тем более теми способами, которые Александр преподает. Ну и, в общем, вот как бы вокруг этого как бы все изначально было. Потом мы с Александром, когда вот шла речь про батл, созванивались уже лично по скайпу. В общем, первый был наш разговор, был достаточно позитивный, нормальный разговор, без перехода на личности. И, в принципе, я сказал, что для меня вот непосредственно, ну, если мы говорим о полезности, да, вот этого батла будущего, то, конечно, вопрос, как, кто зарабатывает, не так важен. Важен вопрос, кто что преподает, с чего, собственно говоря, иначе. Вот, поэтому, в принципе, мы, конечно, поговорим, наверное, о заработках уж, поскольку эта тема изначально появилась. Но я бы хотел, чтобы в первую очередь этот батл шел на тему трейдинга и обучения, да, а не на тему того, кто, сколько и как зарабатывать. Это уже вторичная тема. Я считаю, что у меня нет сомнений в том, что Александр состоятельный человек, как бы у него тоже нет сомнения в том, что я тоже человек не бедный, как мы с ним пообщались, вот, и поэтому, в общем-то, это не так как бы уже критично, да, вот эти вот доказательства, там, вот эти ДФЛ и все остальное. Я вообще считаю, что это не то, чем нужно особо там трясти на публике. Вот, а вот методы торговли и методы обучения, это вот, я считаю, то, по поводу чего разговор мог бы быть полезен действительно аудитории. Вот, поэтому вот, как бы, это такие мои, как бы, пожелания на этот батл. Ну, а как там пойдет, уже посмотрим. Я умею импровизировать, Александр тоже, поэтому, если будут какие-то другие темы возникать по ходу, будем обсуждать все, все впрямую, ничего не умалчиваю. Вот, собственно, поэтому я бы даже хотел сейчас обратиться, может быть, к аудитории и вот в комментариях к этому видео, которое Андрей положит на своем канале, на Smart Lab тоже, там, да, ну, где обычно он выкладывает, я бы хотел попросить аудиторию, кому это интересно, написать вопросы, которые они бы хотели задать, может быть, напрямую мне, Александру или двоим нам, или какие-то темы, которые они хотели бы, чтобы мы обсудили в этом батл. Вот, то есть это вот, как бы, совершенно открытый формат, открытый диалог, то есть мы не будем ограничены какими-то очень жесткими рамками, хотя заявляем мы, ну, вместе с организаторами, темы, способы торговли и способы обучения, как бы, да, то, чем мы с Александром, в общем, перезанимаем. Вот, такая история. Андрей, ты можешь мне какие-то вопросы еще задать, или я могу еще сказать чисто потоком? Да, Андрей говорит, что сразу же можно будет регистрироваться по ссылочке под этим видео, уже регистрация открыта, значит, скажу я дату, да, 16 апреля будет батл на Мосбирже, всем известном помещении. Время с 10 до 2, с 10 утра, к сожалению, до 2 дня. Ну, к сожалению, потому что я понимаю, что все-таки, наверное, это не лучшее время для подобных мероприятий, это будет понедельник, первое полнодня. Но тут, к сожалению, мы, как бы, вынуждены подстраиваться под возможности Александра Герчика, то есть у него других свободных окон на это время, ну, на эти даты не нашлось. Вот, поэтому вот так вот, первое полнодня, понедельник. Ну, тем, значит, еще просьба от организаторов, чтобы, поскольку мероприятие бесплатное, чтобы регистрировались те, кто действительно придет. Потому что зал, как вы понимаете, там не очень большой, чтобы не оказалось так, что в какой-то момент регистрацию закроют, потому что места закончатся, а потом, как бы, придут не все, кто заявился. Поэтому, вот, если вы точно будете, тогда вот регистрируйтесь. Не нужно делать с запасом регистрацию, да, приду, не приду. Вот, еще что хочу сказать, ну, опять же, я сейчас задаю, ну, просто информацию от организаторов, да. Просто так получилось, это Андрей бы сказал, ну, поскольку там проблемы со словом. А, еще хочу сказать очень важную вещь, что организаторами является, как бы, ну, номинальный, как бы, Целик, да, формально все это под Целиком, поскольку все это благодаря Целику изначально и появилось. Но, еще к организации подключилась очень известный, я думаю, всем вам организатор, Виктория Дьякова, фирма Дерикс. И я очень рад, что это произошло. И более того, я приложил к этому руку, когда вот была последняя конференция на Кипре, вот опционщиков, там, ну, и не только опционщиков, которые Вика как раз организовывала. Вот мы с ней там на эту тему поединков поговорили, она сказала, что очень интересная идея, она очень хорошо знает Александра, вот, и, в общем, слово за слово, и я, как бы, уговорил Вику организовать это дело. Ну, совместно с Целиком, естественно, то есть, используя ее возможности. Вот, вот она согласилась, и я очень рад, что не только Целик, но и Вика Дьякова, это организаторы этого поединка. И если этот формат пойдет, как бы, будут хорошие отзывы по нему, и получится интересная история, то, скорее всего, этот формат будет продолжен, формат поединков. Ну, поэтому такой вот шарик запустим, как бы, блин, да, такой первый. Надеюсь, инкомом не будет. Ну, не мы, как бы, я просто как участник этого всего, да, как боец в этом, естественно, заинтересован. А что, да, господин Андрей? А, билеты на другие баттлы, да, Андрей, мне говорит, бесплатные. Не, на самом деле я, в принципе, не против и участникам быть в других баттлах. Поэтому, как бы, тут как, все от организаторов зайти. Будут приглашать баттлиться, буду баттлиться. Будут приглашать гостям, буду приходить гостем. Значит, что я еще хотел сказать про формат, да. Ну, жесткий, точный формат уже будет потом известен ближе к дате. Насколько я знаю, вот то, что мы обсуждали, да, вот то, что я с Викой обсуждал, с Эриком обсуждал, хотелось бы мне лично, чтобы это выглядело таким образом, чтобы был очень жесткий формат на регламент, чтобы был ведущий. То есть, насколько я понимаю, ведущей будет Вика, и у Александра, и у меня будут четкие временные рамки ответов на вопросы. То есть, ну, чтобы это было все организовано, чтобы не хватило базар в перебивании друг друга, потому что мы с Александром оба умеем разговаривать, грубо говоря. И, в общем, я считаю, что нас нужно форматировать очень жестко. И Вика вот обещала, что так будет сделано. Ну, по крайней мере, на предварительно наших договорялся. Поэтому я вот очень большие надежды возлагаю на то, чтобы батлы при правильном формате были действительно вот как бы грамотные, не базарные, чтобы в них была польза и чтобы в них шел нормальный контент именно. Для этого нужно форматировать. Вот, поэтому, ну, вот попробуем мы все это вместе сделать. Ну, все, наверное, я рассказал. А, по поводу видео, Андрей, подсказывает. Значит, да, будет запись вестись. Этого всего, те, кто не сможет присутствовать, соответственно, смогут увидеть записи. Будет два формата записи, насколько я понимаю. Сначала выйдет в записи самые интересные моменты. Поскольку, вроде так, как бы по планам у нас достаточно большое получается. Большое время отведено, четыре часа, да. Ну, я не знаю, там, насколько все четыре часа будут заняты. Ну, в общем, в любом случае будет четыре часа смотреть, это, конечно, долго. Будет какая-то нарезка интересных моментов. Сначала выпущено. Ну, и потом, позже, с каким-то временным лагом, будет, как бы, выложена во всеобщий доступ вся запись целиком. Я понял так. Правильно, где я говорю, да? А, даже так? А первая запись когда? То есть, Андрей говорит, что первая запись вот самых интересных моментов будет выложена быстро, там, в считанные дни, а большая запись полная через год. За что хочу, за то и продаю. Ну, может, это и правильно. То есть, тут я целиком отдаюсь на опыты организаторов. Мое дело, как бы, контент дать, а как его потом нарезать, преподносить и так далее, тоже дело организаторов. Вот, вот, наверное, и так все, да, у нас. Да, тогда мы прощаемся, все, что нужно, как бы, мы сказали, и просим писать ваши вопросы под видео, что бы вы хотели, на какие вопросы вы хотели, чтобы мы с Александром в ходе этого баттла отвечали, и на какие темы мы бы спорили. Все, всем спасибо за внимание. До встречи.